Сегодня на канале обзор сканера штрих-кода из Китая фирмы Weirong. Модель сканера VR-PS5W. W в названии модели означает, что сканер беспроводной. Комплектация сканера включает в себя приемник USB-шный, USB кабель, чтобы можно было подзаряжать, и непосредственно сам сканер. Сканер довольно качественный пластик. Здесь антиударный, прорезиненный портик. По заявлениям производителя выдерживает падение с высоты до двух метров. То есть, теоретически, если его со стола нечаянно вдруг уронить, то он должен остаться живой. Так, ну, сканер сейчас заряжен и готов к работе. Вот, можно попробовать, как он работает. В комплекте идет инструкция. Здесь можно переключать режимы. Так, ну, надо будет перевести, что означает, потому что тут надпись на китайском. Здесь вот только надпись USB. Полагаю, что это режим эмуляции USB клавиатуры. Так. Пример 3 у нас тут описание тоже на китайском языке. Характеристики процессора. Поддерживаемый штрих кода. Ну, в принципе, тут достаточно много различных функциональных управляющих кодов. Единственное, что подписи тут все на китайском. Нужно будет переводить, что какой код делает и означает. Так, и тут еще скрепочка, чтобы можно было подключить, получается, провод для зарядки и вытаскивать его, чтобы нужно вот в эту дырочку, как сим-карту из телефона. Сейчас повсеместно делают, вытаскивать этот кабель. По заявлению производителя, должен работать не менее 8 часов родной зарядки при активном использовании. Поэтому проблем с автономностью не должно возникнуть. Вот, ну, теперь предлагаю попробовать его подключить и протестировать, как он сканирует. Так, если подключаем флешку. Устройство автоматически устанавливается, как USB устройство VOD, стандартное. Проверять будем просто в блокноте. Запускаем блокнот. Так, сканер готов к работе. Шлифт-код считывается достаточно быстро. Заверим на разных трех кодах. Так, здесь вот он немножечко изогнутый. Все нормально причитался. Здесь мелкие. Также все отлично читается. Так, алкоголь. Так, есть. Так, этот сканер одномерный. То есть он не считывает двумерные коды. В других обзорах мы рассмотрим сканеры, которые поддерживают двухмерные QR-коды. И ГАИСовские. А пока протестируем. Как видите, довольно быстро. То есть практически моментально считываются все самые маленькие штрих-коды. Вот здесь вот штрих-код достаточно такой потертый. И тем не менее он тоже считывается достаточно быстро. Рекомендую данный сканер как бюджетный беспроводной сканер. Если вам нужны считывать только одномерные коды. Для двухмерных кодов нужно будет брать сканер, который поддерживает. То есть вот он буквально где-то минуту простоя. Он переходит в режим ожидания. И отключается, чтобы экономить заряд батареи. Активируется нажатием. И все. И он готов к работе. Раз-два. Готово. Стоимость данной модели сканера в интернет-магазине denisov.ru На момент записи ролика 2300 рублей. Это один из самых бюджетных беспроводных сканеров для одномерных штрих-кодов. Смотрите другие обзоры. Желаю вам удачного бизнеса. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok